Добрый день уважаемые трейдеры вас приветствует компания winoption signals и сегодня у нас на рассмотрении индикатор для бинарных опционов golden school redline данный индикатор является сигнальным и совмещает в себе три стандартных индикатора скользящие средние осциллятор скользящих средних и bollinger bands основное преимущество данного индикатора заключается в том что он не перерисовывается а работать с ним можно на минутных графиках что несомненно понравится скальпером также не исключается его использование и на более высоких таймфреймах если говорить об экспирациях при работе с данным индикатором допускается 1 свеча или 5 свечей текущего таймфрейма и соответственно 1 свеча подойдет для скальпинга а 5 свечей для более консервативного трейдинга устанавливается данный индикатор стандартно в терминал metatrader 4 для тех у кого возникают проблемы с установкой индикатора в данном видео можно посмотреть инструкцию о том как правильно это делать правила работы по данному индикатору максимально просты но мы рассмотрим их на реальном графике несмотря на то что сигналы для опционов call и для опционов put выглядят одинаково в виде крестиков располагаются они выше или ниже текущей свечи и соответственно крестик ниже свечи сигнализирует о том что нужно покупать опцион call а крестик выше свечи сигнализирует о том что нужно покупать опцион put и именно благодаря данным сигналам нет необходимости отслеживать каждый сигнал из трех инструментов которые входят в состав данного индикатора важным моментом является то что сигналы по данному индикатору появляются со смещением на одну или две свечи назад из-за чего может показаться что данный сигнал уже не актуален но на самом деле это не так и на данном примере можно убедиться что сигнал который появился на закрытии данных свечей все равно принес бы прибыль при покупке опционов так как движение продолжилось в сторону сигналов единственным недостатком данного индикатора является то что у него не предусмотрены алерты при появлении сигнала поэтому при торговле с помощью него придется отслеживать самостоятельно каждый сигнал но это компенсируется их точностью и последнее о чем хочется сказать это об экспирациях при торговле с экспирацией в одну свечу могут возникать ситуации когда следующая свеча после сигнальной пойдет не в нужном направлении в таком случае после убыточной свечи стоит входить снова в позицию и можно использовать систему мартингейла либо оставить тот же торговый объем а так как сигналы данного индикатора довольно точные с большей вероятностью все же движение пойдет в сторону сигнала использовать такой подход в торговле или нет решать только вам так как в данном случае риски становятся выше а теперь давайте попробуем совершить реальные сделки на реальном счету и при получении убытка попробуем использовать тот же самый объем на следующей сделке и увеличенный объем и посмотрим принесет ли это прибыль рассмотрим на следующей серии Продолжение следует... 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 Продолжение следует...